Пятая годовщина со дня убийства Бориса Немцова не просто повод вспомнить об известном политике и общественном деятеле, не побоявшимся жестко осудить путинскую агрессию против Украины. Это еще и возможность понять, как изменился российский режим с 2014 года. Он в курсе, что многие обеспокоены не столько его физическим здоровьем, сколько психическим. А вы обеспокоены? Мне порой кажется, что с психическим здоровьем есть крупные проблемы. Например, мы с вами год назад, люди достаточно информированные, не могли предположить, что с братским украинским народом будет война. Психически здоровый человек русских на украинцев натравливать вряд ли стал бы. Аннексия Крыма стала демонстративным нарушением международного права и обязательств самой России. Путин решил наплевать на любые правила, любые нормы. Убийство Немцова стало продолжением этого пренебрежения к правилам, только уже негласным. До этой гибели считалось, что люди, которые являлись частью политической элиты страны, могут ощущать себя в относительной безопасности, даже если оказываются оппозиционерами. Что таких людей в России не наказывают за политику. Убийство Немцова стало доказательством того, что и эти правила изменились. Бывший первый вице-премьер российского правительства, возможный преемник Ельцина, был убит в нескольких десятках метров от резиденции Путина. Убит демонстративно, чтобы все понимали, время вседозволенности завершилось даже для принцев. Украина удивительная страна. У власти постоянно какие-то популисты, которые дают тысячу обещаний, ничего не делают. Так им избираться надо, правда? Вот они избираются на настоящих выборах. Михаил, нам тоже надо было в 90-е избираться. Хочу обратить внимание, меня в 90-е годы избирали четырежды. При этом мы делали крайне непопулярные вещи, но именно благодаря этим непопулярным вещам, в частности созданием рыночной экономики, конкуренции, свободному ценообразованию и так далее, открытости экономики, возникновению фондового рынка и так далее, и тому подобное, улучшению инвестиционного климата. Именно благодаря этому путинизм сейчас так прочно стоит на ногах. А потом терпение кончилось. Я могу сказать, если бы в 90-е годы вот эти реформы не провели, болезненные, тяжелые, я вас уверяю, Россия была бы сейчас в таком состоянии, как Украина. И не нужно думать, что российская политическая и предпринимательская элита не сделала из этого правильных выводов. Если до 2014 года в России господствовал классический постсоветский авторитарный режим, то после Крыма, Донбасса и Немцова начался транзит в тоталитаризм советского образца. И этот транзит продолжается на наших глазах. Причем нужно понимать, что новое тоталитарное государство, которое строит Путин, просто не может обойтись ни без войн с Украиной, ни без новой оккупации украинских территорий, ни без попыток присоединить к России Украину и Беларусь. Они же уже вводили войска, как мы с вами знаем. Там воевала 76-я дивизия, там Ивановская Костромская бригада воевала, там 98-я, там воевала 17-я, 19-я мотострелковая бригада, 9-я бригада из Нижнего Новгорода. Мы даже название бригад знаем, причем мы ее знаем, потому что мы знаем, что там ребят хоронили. Значит, это были так называемые отпускники, родственникам их строго-настрого наказали, ни в коем случае не говорить, что их ребята воевали, погибли там. И, кстати, ни один из родственников, я подчеркиваю, Михаил, ни один не дал интервью на эту тему, потому что их шантажирует, что если они дадут интервью, им не будут платить пособие по трате кормильца. Я думаю, что он и дальше будет переодевать ребят, они будут без опознавательных знаков там находиться, и диверсии, и провокации будут продолжены. Что касается, можно ли это остановить, то это остановить может Украина. Вы удивитесь. Если Украина будет действительно займется экономикой своей, пока они 23 года в основном языком работали, а не головой и руками, если им удастся выбраться из экономического кризиса, если им удастся отстроить государство и в том числе вооруженные силы, то тогда желание их дальше провоцировать будет постепенно стихать. Немцов хорошо это понимал и поплатился жизнью и за свое понимание, и за свою биографию, за само ощущение того, что мог быть президентом другой России, страны, которая бы не убивала, не воровала и не разлагалась бы на наших глазах. Конфронтация с Европой и Западом в целом, она губительна для России. Продолжение войны с Украиной – катастрофа для России. Это не только убитые, о которых никто не вспомнит, поскольку запрещено об этом говорить. Это не только несчастные, разрушенные семьи без отцов и сыновей. Нет, это еще и просто действительно кошмар, это изоляция, это Россия отброшенная черт знает куда. Но человек при этом говорит, я все делал правильно, я никогда не ошибался, мы всегда правы, мы самые сильные, потому что мы правы. Но это невозможно все слушать. Просьба, не используя средства наглядной агитации, не скандировать лозунки. Понятно теперь. Как бы собраться у метро и организованно пройти к камне. Я-то дуал... Так, осторожно, большой мужа. Помнить, значит, борется! Помнить, значит, борется! Друзья, у кого цветы, значит, я рекомендую уже сейчас их положить. Я поставил там портрет, который нес. Да. Значит, тоже... Ей есть портрет или плакат, и можно этот тут рядом. Чтобы с цветами могли проходить. Друзья, вот здесь вот, коридор. Мы согласовали мегафон, понимаете? Это большой успех оппозиции. Спасибо всем пришедшим. Мы начинаем наше мероприятие, акцию памяти Бориса Ефимовича Немцова, взводейски убитого 27 февраля 2015 года, с минуты молчания. Государственная тайна. Получается, государство берет на себя ответственность. Если это государственная тайна, которую нельзя разглашать, которую не имеют права знать граждане нашей страны. Где же тогда она, правда? А если все построено на обмане, на лжи, то в другом месте я бы, наверное, рассказал о своем пути. Мирное собрание. Мы не требуем, ведь что-то вот революционное изменить сейчас же. Выстрел с Авророй сделать. Не надо этого нам. Нам нужна нормальная жизнь. И Борис Ефимович Немцов как образец человека в жизни радостного, светлого. Поэтому и погода сегодня такая светлая. Я убежден. Естественно, на пути к свободе есть и трудности, и жертвы. Но не хотелось бы, чтобы когда мы говорим о жертвах, это были молодые, умные, талантливые люди. Давайте сделаем так, чтобы наша страна была страной возможностей. Страной, которую бы любили в мире. Страной, которой бы хотелось бордиться. Нужно понимать, что не все делается быстро. Но, как известно, капля камень точен. А вот этот вот камень – это символ скорби, символ мужества и символ веры. Веру в свободу, в лучшую жизнь. Такого количества собравшихся людей давно не видели. Мы сейчас находимся в переломном этапе. Вы подумайте, за изменение Конституции наша депутатская тура проголосовала практически единогласно. Это что означает? Что критического мышления у них просто нет. Как важно, чтобы в такие переломные периоды для нашей страны были бы такие оппозиционные лидеры, существовали, как Борис Ефимович. Его сейчас не хватает, как никогда. Это человек, который был бесконпромиссен, убен. Он мог консенсусом решить любые проблемы. А, к сожалению, у нас оппозиция опять между собой не очень ладит. И это всегда мешает общему делу. Поэтому спасибо вам большое, что вы пришли. Вечная память власти. Субтитры создавал DimaTorzok